итак друзья сейчас у нас на часах два часа я вот воду бы заливали в 13 лет до момента кипения воды прошло 25 минут сейчас вот есть у нас по трубок который отходит от парогенератор идет пар обязательно он горячий нужно использовать либо сварочные перчатки то есть либо какие-то термостойкие одеваем вот на водка топ вот и засекем когда же у нас появится первый год сейчас у нас пар поступает лоскоток вот начало уже потихонечку и посмотрим во сколько по времени будет у нас вытапливаться у вас только начнется сейчас еще раз повторюсь два часа ровно 14 0 теперь ждем и так на часах у нас сейчас 14 16 как вы видите начинает появляться первый воск по чуть-чуть копать вот также хочу немножечко экскурсию так сказать провести по парогенератору есть у меня такой прибор лазерный термометр вот мы посмотрим и у нас какая температура итак температура бачка у нас сейчас 97 градусов ну естественно вода кипит 100 градусов превращается в пар выходит сюда в этой части так называемый сухопарник наверху у нас идет 119-115 градусов в этих пределах температура самая горячая часть у нас получается вот здесь на данный момент сейчас 153 градуса вот и вытяжки которая идет из самой топки у нас 273 272 в районе 270 градусов защитный экран 36 градусов теплый но не горячий не критично та же сама ситуация с этой стороны правда чуть горячее 50 градусов вот в принципе все ждем надо вытопиться воск сколько пойдет времени то есть с момента то как появляется пару нас напомню было два часа на час на часах показывала в 15 начал копать первый год ждем пока все рамки у нас вытопаться итак друзья сейчас у нас на часах 436 напоминаю ровно час назад мы залили в наш парогенератор водичку предварительно его не топив сейчас мы посмотрим что с нашими рамками смотрите за это время да то есть когда начал течь воск утопливаться 1415 да вот у нас начал он вот оплеваться вот у нас за 20 минут рубая такая баклажка обрезанная и вот еще по чуть-чуть уже нужно заканчивается выпапливаться так открываем крышку вот у нас в рамке наш давайте по центру возьмем рамка уже готова как мы думаем можно уже рамки доставать сейчас поочередно будем смотреть точными проезда полно а 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 в принципе рамки попадали так как увидят в мерве все равно еще войска немножко осталось но для воскотопки это нормально для того чтобы уже досконально из мировых вытопить воск для этого существует воскопресса либо итак как вы видели все рамки у нас были рутовские вот вес 8 8 сильный в одной рамки рутовская 52 грамма то сейчас мы воскли вот застынет пойдем взвесим сколько же мы натопили воска так и давайте подведем немножко итог по работе по времени что у нас получилось первое в 13 35 залита вода 14 35 мы достали рамки то есть час у нас ушел на то чтобы вода разогрелась и на то чтобы вытопился восклисть весь цикл для одной загрузки следовательно если допустим вы растопили парогенератор у вас больше чем 25 рамок и думаю естественно у вас будет больше то на один цикл загрузки рамок и вытопки воска проходит где-то 20 минут потому что два часа пошел парк в 14.00 в 14.15 начал бежать первый воск вытапливаться и в 14.35 мы достали рамки то есть 15 минут пока воскотопка наполняется паром и 20 минут получается идет на вытопку то есть для 25 рамок я считаю это довольно таки хороший показатель вот остается теперь нам взвесить сколько же мы натопили воска что у нас получилось так теперь нам надо посмотреть сколько же у нас осталось воды тех кто использует автомобильные транспортные средства я думаю было такое в практике что закипали вот и знаете что расширительный бачок посолом который резко открывать нельзя потому что это слово давлют на руку и является это довольно таки опасным явлением вот для этого та же самая ситуация кстати и здесь тут правда не посол тут обыкновенная вода ну от этого как бы суть не меняется для того чтобы открыть пробку есть здесь такой взрывной клапан уже и можно истравить пар то есть вы стравливаете пар через него трубка у нас уходит туда вниз смотрите когда пар перестает идти тогда уже можно открывать вот эту пробку для того чтобы ну опять же не было выброса пара через горловину заливную чувствуете что пар выдавливает пробку лучше пар строить то есть с этим нужно быть очень аккуратным и также вот как я использовать в моем случае это сварочные перчатки пробочку чуть приподнимаем пар выдавливает еще по чуть-чуть по чуть-чуть открываем ни в коем случае не нужно вот так вот лицом смотреть если там вода или нет под углом смотрите аккуратно пар выходит пускай он стравится чуть-чуть сейчас лишний пар сойдет и аккуратно так открываем пробку вода у нас еще есть по уровню я вам скажу она у нас примерно вот тут то есть пол бачка у нас еще есть где-то на час его должно хватить то есть среднем вот этого бачка хватает на два часа то есть таким образом смотрите вы растопили водичку час уходит еще раз повторюсь на от залива воды до окончание первого цикла вытопки войска и таким образом оставшееся время вы просто достаете рамки которые у вас вытопились и оставляйте в воскотопку новой два-три цикла вас еще должно пройти то есть этой воды должно хватить опять же расход воды зависит от того чем вы будете топить если вы будете топить допустим дубовыми дровами естественно у них температура повыше чем например у сосны либо же отходы с рамок как в нашем случае мы использовали большинство это было отходы с мехов до моря фанера обыкновенная то цикл у вас будет меньше градусов вода испарится быстрее если же такие рамки вы используете еще раз повторюсь то воды у вас хватит на дольше итак вот остыл наш воск поставили на весы получилось у нас один килограмм девятьсот два четыре грамма то есть вот такой показатель у нас с двадцати пяти рамок так на этом наш обзор окончен если какие-то у вас вопросы остались пишите в комментариях звоните по телефонам указанным у нас на сайте и подписывайтесь на наш канал на этом все всего доброго до встания подписывайтесь на наш канал